ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Все забивали, но не доиграли немного. Как команда у тебя? Сильные соперники? Ну да, нормальные. Ну, хорошо играют парни. Слушай, а ты слышал про запев, которые лига вводит в следующем сезоне? Что игрокам, баскополистам, которые выступают в национальном чемпионате? Да, слышал. Что думаешь? Ну, я даже не знаю. Я тут только пару игр играю. Не знаю. Не знаю, что сказать за счет этого. Ну, чисто логически. Не думаю, что уровень игры может упасть вообще. Возможно. Возможно, тут игроки играют, которые, ну, выше мы там. Не знаю точно. Удачи, Соникс, тебе. Спасибо. Алексей, здравствуй. Поздравляю с победой. Спасибо. Скажи, ну, как вы это сделали? Соникс такой нежный соперник. Никогда не знаешь, чего же. На самом деле, я хочу комплимент команде сделать соперников. Очень хорошая команда. Борются агрессивные. Молодцы. Заставили, так сказать, и поработать, и в защите, и так, и где-то покричать на своих игроков заставили. Ну, только слова благодарности сопернику. Сами немного недоработали, поэтому местами такая нервная игра была. Ну, у нас и состав немножко поглубже был. Ну, и, наверное, чуть-чуть индивидуально посильнее оказались. Хотя, как бы, не у всех сегодня получалось, так скажем. У вас остался один матч еще. Рассматривали соперников в следующей неделе? Пока еще нет, не рассматривали, но знаем. Команду ВСС, по-моему, да, называется. Мы ее знаем, поэтому довольно принципиальный матч для нас. Тем более, он будет в другом зале. Ну, немножко непривычная будет обстановка, поэтому, кажется, будем готовиться. Хорошо. Вы уже точно выходите в плей-офф. Поздравляю вас. Ну, еще неизвестно совсем, какие у вас будут соперники. Будет какая-то особенная подготовка? Будет, может, больше тренировок у вас? Ну, тренировок, на самом деле, достаточно. Вот. Я думаю, что для большинства игроков это будет, как бы, первый плей-офф. Вот. А плей-офф – это всегда немножко другое. Вот. Поэтому, естественно, конечно, я думаю, тренер сделает акцент, потому что тренер у нас очень опытный. Вот. Я надеюсь, подскажет игрокам, чтобы не было излишней, так скажем, нервозности, может, где-то, так скажем, каких-то неподготовленных действий и так далее. Поэтому, конечно, с нетерпением ждем плей-оффа. Так бы там не было. И еще один вопрос по НБЛ. Ты следишь за играми в других дивизионах? Ну, безусловно, потому что во всех дивизионах есть друзья, знакомые. Но волей-неволей будешь следить, конечно. Спасибо. До встречи с победой. Спасибо большое. Привет. Проиграли сегодня. Вроде весь матч доминировали. Что случилось? Четвертая четверть в конце. Наверное, не настроились до конца на соперника. То есть не ожидали, что будет такое сопротивление со стороны Маланки. У них все-таки ни одной победы не было. Вот. Ну и не полетело, не полетело. То есть где-то пытался идти на фолы, не свистели. То есть концовка такая смазанная получилась. Ну вот. Конец проиграли. Физически, может, не хватило чего-то. А, все, извините. Я попался. Нас немножко прервали. Скажи, почему все к столику побежали? Что случилось? Ну, на последней секунде я бросил и попал случайно в кольцо с угла. Пересматривали. То есть запись. Попал я сиреной или после сирены? Оказалось, после сирены. То есть во время сирены у меня еще был в руках мяч. Поэтому победу считали. Маланки и все. Мы уже говорили про Маланку как про соперника. Так вы думаете, что неожиданно сильные они, да? Показались. Ну, скорее, это не их победа, а наш проигрыш. То есть мы много не попали из-под кольца. Бросали какие-то непонятные трехочковые, которые не долетали. То есть, ну, сами проиграли, скажем так. Недостаточно настроились и... Ну... Сейчас такая острая тема. На сайте НБЛ все обсуждают запрет в следующем сезоне. Ты слышал? Да. По того, что с вышки нельзя играть людям будет. Да, да, да. Слышал, слышал. Что думаете? Я думаю, что нормально, чтобы ребята играли. То есть, ну, я ничего проще не имею. То есть играли с Адани, было два человека с вышки. Мы проиграли минус шесть. Когда у нас там две победы. То есть, ну, я не считаю, что им нельзя запрещать. Еще вопрос. А ты за другими дивизионами в НБЛ следишь? Да, за высшим следую, конечно. Может, болеешь за кого-нибудь? Да, болею за БГУ, за Прометей. А что насчет НБА, Евролиги? Смотришь матч? НБА смотрю, да. Ну, Golden State, Houston Rockets. То есть, смотрю в основном их матчи, да. Спасибо, удачи тебе, Адани. Ребята, поздравляю вас с долгожданной победой. Спасибо. Что можете сказать по игре? Ну, победили. В принципе, собирались до конца сезона победить, чтобы было... На будущее какой-то задел, да. Поэтому, ну, перед собой задачу выполнили. Ну, и даже есть еще один, и еще один шанс. На БГУ там же будет игра, да? У вас остался один матч еще все-таки. Что вы будете тоже взрывать, выигрывать? Да, да, да. Ну, конечно, будем выигрывать. Уже понравилось. А по сопернику можете что-нибудь сказать? В каком команде Маяк? Ну, соперник был хорошо подготовлен, с хорошим тренером. Тактически видно, что грамотный, да, в защите. Ну, то есть, они, наверное, изначально подумали, что сильнее. А мы подумали... Ну, а так как мы, короче. Хороший соперник был. Спасибо ему за игру, конечно, было очень интересно. То есть, получилась равная игра. Я думаю, что им тоже очень понравилось. Ну, кроме того, чтобы проиграть. У меня к вам еще один вопрос. Вы слышали про запрет, который будет в следующем сезоне введен? Да. Скажите, пожалуйста, пару слов об этом. Что вы думаете? Ну, я свою концепцию по этому счету, наверное, как бы много думал, выработал. На самом деле, мое чисто мнение, я считаю, что, на самом деле, для первого дивизиона нужно это сохранить, наверное, в регламенте. Пускай не будет в каждой команде по несколько человек. То есть, оставить какую-то обочину 3-4 дивизион. Это ребята, которые, наверное, любят попить пиво и поиграть в баскетбол. То есть, им надо оставить это удовольствие, оставить, где они будут этим заниматься. А в первом дивизионе, ради бога, пускай, единственное, что это должно быть, конечно, соблюдено регламентом до начала сезона. Ну, примерно так. Ну, я тоже думаю, что, учитывая реалии белорусского баскетбола, профессионального, то в высшем дивизионе можно, да, ставить какие-то квоты. А остальные, третий, четвертый, точно без профи. Второй, может, там, один-два игрока. А вы за национальным чемпионатом не следите случайно в белорусском? Ну... В американском, да. Нет, ну, одним глазом слежу. То есть, там сейчас, наверное, Могилев. Такой, который пытается вклиниться в какую-то конкуренцию между Минском и Гродно. Ну, то есть, если на самом деле будет хотя бы 3-4 команды, будет немножко поинтереснее. А так, получается, каждая команда, ну, на определенный порядок слабее. Поэтому результаты предсказуемые. Так это все обязательно. И смотреть, как бы, с предсказуемостью, на самом деле, не очень интересно. Спасибо, большая удача вам. Юра, привет. Здравствуйте. Расскажи, чего не получилось сегодня, поиграли? Ну, я считаю, нет тренера, нет игры, как бы, не сложилось. Команда идет, я думаю, не на прогресс, на спад больше. Поэтому будем стараться работать. А Багаза Славль сильный соперник, на твой взгляд? Ну, хорошая команда, играет хорошо, хорошо раскидывает, бросок хороший. Интересно играть. Что надо исправить, чтобы выиграть за Славль еще раз, как думаешь? Ой, надо стараться, тренироваться, ну, меньше ошибаться. Слушай, а слышал про запрет, который Лига вводит в следующем году? Да. Что думаешь? Я думаю, ну, может, это правильно, если так делают, поэтому я поддерживаю, скорее всего. Удачи тебе, команде. Пока. Привет. Проиграли сегодня. В чем причина поражения? Очень много не забивали из-под счета, очень много потерь, необдуманных потерь. Ну, в целом, игрой довольны, то есть мы же все собираемся для того, чтобы играть. А как соперник? Соперник оказался достойный, но мы могли при желании, не надо было просто дожимать, надо было, конечно, выигрывать. Мы это могли и по силам было, и это чувствовалось. Как считаешь, какая главная причина у вас была сегодня, что они победили? Самое главное. Самое главное то, что мы забивали очень много из-под счета, и очень много было потерь, необдуманных. А в целом, в целом, конечно, могли. В следующем сезоне потянемся. А что тренер во время тайм-аутов говорил вам? Настраивал, может быть, как-нибудь? Он давал ценные указания, говорил, что делать, что поменять. В какой-то момент даже у нас получилось. В целом, конечно, тренер молодец, он подбадривал и хорошо нас настраивал на игру. И последний вопрос. Я у всех сегодня спрашиваю, как ты считаешь, вот в следующем году лига вводит запрет на игроков. Ты слышал, да, об этом? Да, конечно. Как считаешь? Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что это не профессиональная баскетбольная лига, а профессионаловцы допускают. Ну, так можно пойти в детскую песочницу против них поиграть. Спасибо, удачи, команда. Спасибо. Привет, поздравляю, Адени, с победой. Спасибо. Расскажи, как пришли-то. Сделали мало глупых ошибок, хорошо играли с соперником под кольцом, забивали свои атаки. У меня тут есть информация, что у вас травмированных в команде увеличилось на два человека. Да, ну, это было где-то в середине этого сезона. Скажи, вот вы выходите в плей-офф, насколько я понимаю, сейчас? У вас есть шансы? Да, это наша цель. Команды будут там действительно сильные. Будете как-то по-особенному готовиться? Там больше тренировок может быть? Да, наша цель – увеличить количество тренировок, больше сыграть команду, получить, создать вот эту необходимую химию для хорошей командной игры. А в команде есть какие-то там проблемы? Я не знаю. Я имею в виду, там, на тренировках не собираетесь или еще что-нибудь? На данный момент самая большая проблема – это то, что мы недостаточно много тренируемся. Окей, хорошо. А помимо тренировок, помимо баскетбола, команда собирается где-нибудь? Какие-нибудь праздники отмечаете вместе? Нет, но у нас очень хорошая переписка, коммуникация в Вайбере, которая зачастую заменяет, знаешь, хорошие такие встречи. Слушай, запрет в следующем году вводится, слышал? Да. Как считаешь? Есть мысли? Ничего не думаю. Да. Мы играем в свое удовольствие. Если это как-то повлияет на нашу игру, это только будет стимулировать нас усиливаться и показывать свой лучший баскетбол. И еще по игре. Вам надо было обязательно этот матч побеждать, чтобы вы хотели в плей-офф? Скажи, готовились к этому матчу как-нибудь? Схемы какие-нибудь, я не знаю, комбинации новые были? Чего-то супер особенного нет, просто пытались показать свою лучшую игру. Спасибо, удачи. Спасибо, всего доброго. Привет. Расскажи, вы проиграли сегодня, что не получилось? Проиграли, да, обидно. Много что сначала не получалось, первой, второй, четверти. Не смогли как следует сыграть в защите. Очень много пропустили трехочковых бросков. У шестого номера пошла трешка и немножко руки даже опускались, когда такие мячи забиваются. Очень тяжело было собраться, играть в защите очень плотно. Но потом в конце смогли достать, но не хватило чуть-чуть. Вам осталось две игры, по-моему, если я не ошибаюсь, в следующую субботу и еще одна будет игра. Скажи, вы как-то сейчас по-особенному готовитесь к этим матчам? Я имею в виду подготовки, может быть больше, тренировок. К сожалению, не готовимся, не всегда получается собраться. У многих ребят работа и то, что хотели потянуть физуху к плей-оффу, тоже пока не очень получается. Но будем надеяться, что хотя бы вместе попробуем собираться вместе и бегать. Потому что функционалка, надо просто работать над ней работать. Что насчет соперника, можешь сказать, при джаме? Ну, попадали хорошо, боролись, довольно жесткие ребята, молодцы, выиграли. Я думаю, что мы с ними еще встретимся. В общем, я задаю сегодня весь вопрос, один вопрос всем игрокам, у которых я в интервью беру. Ты слышал про запрет что-нибудь? В следующем сезоне игроки, которые в национальном чемпионате выступают, смогут играть в НБЛ. Слышал? Нет, не слышал. Но думаю, что те, которые люди играют профессионально, пусть играют они профессионально. Считаешь, что в НБЛ должны играть непрофессиональные игроки? Да, конечно. Она лига так называется, непрофессиональная. Потому что играть, когда тебе там 35 лет, когда у тебя нет уже такой физухи и резкости, играть с профессиональными игроками, наверное, не совсем правильно будет. Ну, удачи, Норду, и тебе лично. Спасибо. Добрый день. Поздравляю с победой, скажем. Расскажи, как это получилось. Мне тут говорили, что у шестерки треха пошла, и из-за этого они проиграли. Ну, пошла и слава богу. Вот, это хорошо. К нам еще и Лешка присоединился, Карпик младший. У него, к сожалению, не было две игры. Одну или две. Он нам очень сильно помог. Здорово. Сегодня весь коллектив наш играл сплоченно, командно. Никто на тебя одеяло не тянул. Все как один за всех и все за одного. Вот, как бы, из-за этого мы взяли. А скажи, почему некоторых игроков-то не было? Карпика старшего не было, насколько я не ошибаюсь, и Паталяков сидел. Да, да, да. Дело в том, что, к сожалению, старший Карпик, Женька, сломал руку на игре. Да, он, может, наверное, еще месяц его не будет. Паша, к сожалению, тоже где-то, наверное, недельку назад на тренировке потянул связки голеностопа и как минимум тоже на месяц. Все как-то спонтанно это произошло. Вот такой состав у нас пока сохранился. Значит, получается, во время плей-офф этих игроков не будет уже? Это 100%? Я думаю, что Паша успеет восстановиться. Может быть, не к первым играм, но к последним 100%. Ну, надеемся, если Женя потянется последнюю предпоследнюю игру. Мы очень будем надеяться. А вы к плей-оффу уже готовитесь? Да, мы всегда готовы. Мы к плей-оффу к каждой игре готовы, поэтому, да. Хорошо, удачи, спать джем. Спасибо огромное. Андрей, привет. Поздравляю с победой. Спасибо. Что случилось с вами? Первый четверт сливали, грубо говоря. 17-4. Ну, мне кажется, что просто раньше начали игру, и ребята просто не доразмялись где-то там. Ну, не ожидали, что так рано начнется игра, и, видимо, поэтому настрой сбился изначально. И вот так вот получилось. Но самое главное, что мы собрались в конце, и в итоге выиграли. Спасибо, Янич. 21 очко сегодня. MVP. Спасибо центру за это. Слушай, спрашиваю сегодня у всех, это вечером. Расскажи мне, ты знаешь про запрет, который Лигу вводит в следующем году насчет игроков? Да, знаю. Что думаешь? Ну, я скажу так, что это очень негативно скажется на Лиге, потому что, как уже многие писали и рассказывали, что если убрать ребят, которые играют в вышке, как правило, здесь те, которые мало получают времени в вышке лиги. Если их убрать из этой лиги, то просто они не будут развиваться. Вот эти вот 12 игр, которые они играют здесь, это дополнительный опыт для них. И в будущем они просто могут не раскрыться. Вот, поэтому это очень негативно скажется на уровне баскетбола в целом в Беларуси. И, может быть, мы даже потеряем будущих звезд. Потому что именно здесь они получают вот тот опыт, ту практику, которая им необходима. И по игре еще хочу спросить. Вот принципиальная была встреча. Выяснялось, я так понимаю, место команды, которыми будете играть в плей-офф. Второе, третье вы сейчас играли в интервью? Да, мы, в принципе, если проигрывали эту игру, то мы усложняли наши шансы попадания в плей-офф, в первую очередь. А во вторую, да, действительно, мы могли попасть на сильную команду в первом раунде и просто вылететь оттуда. Да, мы пытались сделать все возможное, чтобы выиграть и улучшить наши шансы вплоть в первом раунде. Поздравляю с победой, спасибо. Спасибо. Алиса Викторовна, добрый вечер. Что случилось сегодня? Ваша команда проиграла, а в первой четверти все выглядело очень хорошо. 17-4 мили. Да, в первой четверти очень удачно попадали, все из дистанции практически попали. Потом соперник стал в зону, немножко растерялись, немножко не разобрались с ними. Это главная причина поражения? Одна из причин, да. То, что оправдывать себя тем, что у нас всего шесть человек сегодня было на игре, я этим не буду. Поэтому не доработали, не попали какие-то моменты свои. Будете ругать? Или уже поругали? Я их люблю очень сильно, я не могу их сильно ругать. Спасибо большое. Всего доброго.